Всем привет! Вы на канале Фрутмарк и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новый, очень неожиданно быстро вышедший эпизод Боба, а именно шестой эпизод четвертого сезона под названием Боб против Мафии. На превьюшке Боб изображен в стиле старых мультиков 30-х годов, типа Кролика Освальда или Микки Мауса. Интересно, будет ли такой же стиль в самом, по сути говоря, выпуске? Я надеюсь, что он будет. Было бы интересно посмотреть целый выпуск в таком необычном стиле. Ну что, давайте заценим данный ролик. Поехали! Три, два, один, погнали! О, да! Добро пожаловать в Чикаго 30-х годов! Этот потрясающий стиль! Большинство только вспомнил Капхэд. Но, и само собой. Я говорю не про игру, а про опасных бандитов. Блин, каждый стиль шикарно смотрится. Дон Клоне? Дон Клоне? И держит в страхе весь город, включая полицию. Чёрт, Боб. Кажется, он хочет, чтобы мы поиграли с тобой в русскую рулетку. Которая также известна как Сопрано. Сопрано? Не знал о таком названии. И у меня плохие новости. Это револьвер Смит энд Вессон. Его вес без патронов составляет 860 грамм. Каждый патрон весит ещё 14. Масса этого пистанта... Даже патрон глазами и ногами. Три грамма. Следовательно, там всего один патрон. Чёрт, жёстко. Твои шансы выжить составляют всего 25%. Не делай этого. Фух, повезло. Прощай, Боб. Блин, всё-таки устройство построили. Ещё раз. Если ещё скотч, несите скотч. Бетонская голова. Крюстный отец. Для этого они могут использовать любой из своих методов. Например, растворить тебя в кислоте, взорвать твою машину или сделать тебе бетонные ботинки. Они выбрали третий вариант, Боб. Это типичная сицилийская казнь. Сейчас твои ноги заливают бетоном. После этого тебя сбросят в реку. Если вес этих ботинок будет составлять более 15 килограмм, ты не сможешь всплыть на поверхность. Это хреново. Четыре месяца тебя съедят рыбы. Боб, я знаю, как тебе помочь. Хорошо, что я разбираюсь в физике и химии лучше, чем эти ребята. Ну, давай же. В общем, эти мафиози ничего не смыслят в строительстве. Они не знают, что бетон застывает минимум два часа. Вытаскивай ноги и выбирайся отсюда. Пора нанести визит мистеру клона. Мы проникнем к нему домой, где его охраняют сотни телохранителей. Но тебе не следует отправляться туда с пустыми руками. Я кое-что сделал для тебя. О, автомашка Омсона. Ну, это классика. Найс. Ммм, сколько же конфеток. Хотя, если логично, стоило ожидать целую кучу особых веществ. Ничего личного. Это просто бизнес. Классика. Интересная коллаборация между современной музыкой и анимацией. Ну что ж, ребята, довольно-таки неплохой получился выпуск. Да, он не сюжетный. Здесь нет сюжетной арки про Роберта. А также про взаимоотношения с диктором. Про воспоминания. Но при всем этом. Просто шикарнейшая анимация. Что-что, но с 30-х годов они бы создали просто шикарно. И реально воспринимается, как будто это какой-то потерянный мультик 30-х годов. Да, его чуть посильнее заставить. И будет выглядеть просто шикарно. Серьезно. И здесь больше отсылочек именно к мультфильму 30-х годов. А также к мафиозным фильмам. Ну, тут было больше отсылочек к крестному отцу. Именно тот самый отрезанный иконский головист. Крестного отца. Часть вторая. В общем, ставлю этому выпуску огромный аспект и мафиозный лайк. Это было очень круто. С нетерпением жду продолжения. Надеюсь, что следующие выпуски будут уже посвящены больше сюжету. Очень хочется поскорее узнать, что уже задумал Роберт. И что он будет делать со своим новым оружием. Жду с нетерпением. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующего выпуска. Всем удачи и всем пока.